Сергей Славович говорил вчера о том, что, ну, такое мнение, что горячая вода есть побочный продукт в производстве электроэнергии, и не сидит ли, и не сидит ли, и там, и там стоимость производства и того, и другого. Очень хороший вопрос, как бы, да, я готовил на него ответ, не знаю, почему не дошел, как бы, да, вот, лично я этим ответом формировался, как, значит, вот, вообще, комбинированная выработка тепловой электрической энергии, это изобретение российских инженеров, да, и смысл ее была как раз именно в чем, для того, чтобы снизить в себе стоимость производимой тепловой энергии, ой, господи, виноват, электрическая энергия, электрическая. Смысл в чем? Когда работает котельная, как бы, да, котельная, как бы, да, вот, все, вся составляющая топлива идет на, там, физические законы, где-то порядка 168 килограммов условного топлива с калорийностью, 7000 килокалорий, она входит в КПД отпуска тепловой энергии, и тут никуда не денешься, да, все остальное, там, персонал, ремонт и прочее, 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 прочее. Топливная составляющая где-то составляет примерно, там, по-разному, конечно, когда 2000, сейчас стоит гигикалорий, там, соответственно, топливная составляющая больше. Естественно, у нас когда ниже, как бы, да, у нас топливная составляющая существенно больше, более составляет при низком тарифе, да, вот, теперь, значит, проблема, так называемых конденсационных электростанций, когда на электростанции только электронергию вырабатывается. 60% тепловой энергии там теряется с теплотой пара, отработавшего в турбине, он там работает в глубоком вакууме на выходе с турбины, его температура всего лишь навсего 40 градусов, его дальше, как теплоноситель, использовать невозможно. Но при этом, вы знаете, скрытая теплота парообразования, помните, да, 540 килокалорий на килограмм, ну, физику, наверное, знаете, школьную, да, вот, несмотря на то, что температура низкая, а теплота скрытого парообразования 540, из 900 килокалорий, которые приходят в паровую турбину, какую долю составляет, да, больше 50%, так вот, эти больше 50%, если не вырабатывается тепло, они выбрасываются в атмосферу, а это затраченное топливо сверху, как бы, да, в котле, так вот, для того, чтобы снизить эти потери, сделали турбины теплофикационные, и, чтобы не сбрасывать этот пар весь в конденсатор отработанный, как бы, да, частично его отбирают из отопительных отборов, и этот пар тогда идет непосредственно на отопление, да, и горячее водоснабжение, то есть он уже входит в полезный отпуск тепловой энергии, и тогда, тогда, расходы электростанции на производство электрической энергии, вот эти вот, доли, когда выбросы пары в конденсатор снижаются, в разы резко повышается КПД, в целом электростанции, вот, в принципе, нет, ну, только об этом и вопрос, как раз, так, про электроэнергию, вот, еще раз, смотрите, вот, самая лучшая, у нас самая передовая, самая мощная в мире одновальная турбина на Костромской ГРС, 1 миллион 200 киловатт, значит, там, титановые лопатки, можете себе представить, как бы, да, длиной метр 200, вот, это масса, опять же, 50 оборотов в секунду, да, миллион 200. Самые лучшие были удельные расходы топлива, это конденсационные, это без выработки тепловой энергии, у нее удельный расход топлива в лучшие годы в советские КПД, да, был 312 грамм на киловатт в час. У нас на станции норматив, норматив на производимую электрическую энергию ниже 200 грамм, вот, только это нам позволяет сегодня, несмотря на то, что у нас оборудование 50-х, 60-х годов, конкурировать успешно, как бы, да, с такими монстрами, как Костромская ГРС на рынке электрической энергии, на рынке электрической. А по теплу, еще раз говорю, законы физики, значит, 168-172 килограмма на гигакалорию, отдай, не греши, это физика, термодинамика, там никуда не денешься. Поэтому, еще раз говорю, ТЭЦ предназначена только для экономичной выработки электроэнергии, но не тепловой.